так всем привет сегодняшнем уроке попробуем сделать кирпич хай поле и лоу поле и перепечь это все в блендере вот скажу что в блендере обычно не пеку а там пользуюсь марма сетом пошел удобней но в нем тоже все это можно делать в общем сейчас попробуем так создадим кирпичик для этого я меньшую чуть-чуть уменьшу по оси z включен наверное же горячие клавиши так теперь сделаем увеличим по оси y приблизительно кирпич далее нам надо сделать хай поле перейдем в скульптинг и в скульптинге перейдем в ремеш и тут что-нибудь введем тут как бы воксель сайс это размер одной ячейки в миллиметрах и сейчас я вот поставил до что она будет равна одному миллиметру ну попробуем на этих этапах лучше до начинать там 0 1 поставить проверить может комплекс зависнуть сейчас попробуем как он тут блендер задумался но вроде сделал брах и топологию посмотрим на сетку shift z нажму на довольно таки плотная все хорошо так тут возьмем возьму инструмент вот тут отключу симметрию до по умолчанию там включена потом там горячие клавиши f это менять размер кисти shift f это нажим менять до или же вот здесь можно эти параметры также менять также их можно в нумерик вот этой панели менять туда вот они все и также и и вот здесь еще есть но обычно когда в скульпте control пробел нажимаем вот и в общем то да на весь экран и какие надо панели вот остаются удобные ничего в общем не занимает у нас место так включим выберем вот эту вот кисточку скрейт вот и ей позадаю фаски вот тут кстати можно наверно включить по осям симметрию там приблизим и вот так вот что-то поделаем сначала симметрии потом сделаем как-то попробуем уникально на чуть по изменять тут фасочки так отсюда ну я сильно страдать с этим не буду да у нас в общем то другая цель просто 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 попробуем в общем ничего сложного тут тут так везде вроде сделали на потом можно там убирать да вот эти вот симметрию и сделать его более уникальным так что-то так притормаживает чудесно надеюсь с видео все будет хорошо так а я еще взял где 292 альфа тут что возможно задумался так серьезно раздуплился да и по икста уберем симметрию так и где-то какие-то моменты да можно сделать чуть поменять чтоб они были в общем-то уникальными где-то на краях что-то поделаю здесь ну допустим где-то так дальше я возьму возьму да вот эту вот кисточку так я скачал уже несколько текстур вот ну давайте скажу где если введете за этот праж альфас да вы перейдете на сайт психологик и в раздел с альфами я брал там две текстуры rocks же вот и по моему вот эту брал мне в общем-то одной хватит тут есть вот такие качественные да где вы видите как бы глубину она не плоская такая текстура с глубиной вот так же на хорошая вот и посмотрим сейчас что из них выйдет вот далее я перехожу в текстуры плацают от нее и перехожу во вкладку текстуры и видим да для кисти текстура и мы чем муви и нажимаю open и ищу где этом на рабочем столе вот они у меня две текстурки есть открываю теперь перехожу в кисть метод здесь ставлю view plane строк ну когда просто view plane ставим будем то есть рисовать отведите повторяется постоянно так сейчас control z если нажму нас отменится опять надо по моему будет выбирать туда текстура он пропала что-то не знает а глюкная надеюсь 92 вот да то есть view plane вот подгрузилась а в строку тут вместо space ставим анкарит вот можно кисточку увеличить и теперь да так ведем и видим что что у нас сильно очень как бы выпячивает так control z нажимаю опять же все пропадет блин это надо было другой блендер запустить ну же вот мы сейчас просто параметр strange там меньшим да где то так вот посмотрим и опять выберем текстуру метод view plane строк анкарит вот и начнем тут добавлять в общем-то детализации в кисточку увеличиваем видим нашу текстурку вот и опять же метод при с плюсиком да или просто вы будете выдавливать с минусиком или при удержании control а будете вдавливать можно тут сразу выбрать и погнали а какие-то вот так растягивать на нем делать вот эти вот штукенции помятости сейчас я так небрежненько понакидую можно мышкой вы попробуете даму крутится все прикольно получается так ну вот таким методом наверно сейчас я перемотаю чуть-чуть что-то такое да там получается также потом силу можно чуть увеличить например и поделать какие-то более такие вмятины где-то тут например делать то сделаем вот тут больше так ну в общем да получился какой-то у нас такой кирпич в этом кирпичке если посмотреть статистику да у нас там получилось 6 миллионов треугольников в общем то не особо с этим кирпичом что-то на делаешь да я сохраню файлик давайте создам папочку назовем ее бейк вот и и это будет наш кирпич так теперь надо сделать лоупольную модель там ну можно было рита положить все такое ну я сейчас возьму скопирую этот объект на вот их у меня д и перемещение вот меня вот их у меня 21 будет т.п. хай поле а второй назову вот хай поле пока спрячу и ко второму кубику так еще раз сохраню операции такие применим модификатор 10 диссимейт и тут опять же да вот сейчас у нас там три миллиона полигонов вот этим радио можем понижать я сначала в объем 0.001 нажму enter он сейчас тоже опять задумается вот над некоторое время и сейчас посмотрим сколько останется у нас там полигонов так при этом значение 001 на 600 получилось значить если я еще ой 6000 если еще тут в объем 0 0 1 да у нас получится где-то 600 я знаешь 0 0 5 чтоб штук 300 получилось опять нажимая enter и жду секунд 20 в этот раз я до подождал где-то секунд 30 или более и получили до каунт 300 ну в общем пойдет применяю модификатор лайк опять ждем так и и нам нужно будет его чуть подлечить на сетка у него будет думаю не очень хорошая со всякими косяками на диссимейт это любит делать вот что-то задумался так готова поехали дальше до переходим в режим редактирования и там фикси некоторые элементы вот это наверное мне тут не надо на 8 и там с коллапсе вот возможно и и будет относительно хай польки немножко потянут надо будет да нужно будет сделать так чтоб как бы хай поле и лоу поле были максимально так друг в друге вот в принципе неплохо сейчас посмотрим вот вот этот на какой-то момент вообще непонятный я возьму вот это ребро контролик судил вот это потащу чуть-чуть сюда вот да и наверное их тут соединил джей нажиму вот так в общем то это бы я бы тоже послабовал лапс вот сделали как то так опять же сравните там с хай поле да насколько она вроде бы ничего думаю прокатит так теперь надо будет поделать швы вот здесь еще тоже скорлапсе эти сеточка да такая отвратительная вот поэтому ручками до всегда лучше что-то надо делать ну посмотрите да где будут в общем артефакты появляться знаешь скорее всего что-то с сеткой у нас не воды неправильно вот например тут можно кучу всяких там по убирать вот эту вот эту линию вот эту до контролик с там растворить в принципе ничего такого не произошло уже поменьше ну и так далее короче оптимизировать ее не будем сейчас на этом заморачиваться дальше метим швы чтобы сделать нашу даю и развертку обычно от швы вот это вот у нас грани острые на такие вот по ним делаем там где есть hard edge там и должен идти шов так так я с контролом да и слышу контрол зажимаем и берем выделяем путь так сделали здесь и вот эти вот и вот здесь да то есть 4 здесь нажимаем контрол е и делаем марк 7 на то есть так разрезали теперь перейдем ювиде тинг нажмем а выделим все нажмем ю и сделаем ангра тут ангра потом сделаем чуть больше паддинг это восемь до между ними чтобы было вот расстояние между островами так как то как то так пусть пойдет все по умолчанию доставим сделали дальше нажимаем выбираем object шейд смуз и тоже вот здесь ставим нормал софта смуз и смотрим да у нас должны быть ну можно или авто смуз сделать да и если в общем результат устраивает у нас до острова углы мы их и пометили остальное не надо или же можно было бы пометить самим тогда вы выкручиваете у тут на на 180 тонн у вас сглаживается вот и потом а вот этим вот шланг на которые мы кстати а можно выделить как-то швы сэлот наверное можно оси до сэлот 7 и назначен на них control е нажимаю маркша напали пометить как острые видите то же самое там произошло то есть авто смуз зависимости от угла он их там распределяет или если вы выкрутили до вы их назначили и в общем вот так да то есть мы получили нашу лоупольную модель теперь надо бы это как-то запечь да вот я сделаю поделю вот здесь вот так вот тут откроем и чедитар здесь откроем шейд эдитар запекать обязательно в используя сайкл с вы можете печь на gpu но если вдруг может у вас тут пунктик бэйк пропадать если вы обладатели на оптикс оптикс не печет видите rtx если у вас карточки даст вот этим оптик сам он пропадет не делает этого поэтому включаем так вот есть пунктик бэйк для того чтобы печь на какие-то там карты мы нажимаем shift и и добавляем текстур там имидж текстур и сейчас мы ее создадим так опять же да там в двух словах что такое карта нормальный мы просто как бы с одного объекта до перепекаем на более низкой полигонажа запекаем все его нормали направления чтобы шло преломление это света карта нормалей сейчас как она будет выглядеть и и даже можно в блендере сразу показать если перейти сюда поставить матка и выбрать вот да то есть вот есть норму то есть искажение наших нормальных отклонения по осям на будет идти и вот она зависит у нас есть три оси x y z да и то есть мы видим эти же и цвета вот в принципе вот это вот уже карта нормально да если ее взять сохранить вы даже как бы как как тут сделать да можно отрендерить вот этот кусок и его уже в общем то применять вот и он будет картой нормалей так сбросим вот мы ее хотим сейчас запись кти и запекти с и хай поле на лоу поле да на низко полигональную то есть используем два объекта выделяем первый потом с контролом 2 до чтобы активный был нашла упольная модель здесь я создам новую текстуру пусть будет 2048 нужно было так протянуть до 2048 и назовем ее норму так как то так окей вот теперь главное чтобы она вот тут была выделена да и переходим в пунктик бэйк и здесь выбираем ой выбираем выбираем норма вот и говорим что будем пекти из выделенного на активный и если вы сейчас вот например запечете давайте да то есть он погнал в принципе блендер тоже так быстренько печет но марма сет намного больше быстрее есть возможно возможности больше да то есть все-таки клей то что-то непонятное пятнистое это потому что мы как бы не сделали кэйч кэйч можно как бы с моделить отдельным элементом кейч это такая как я не знаю на основе нашей лоу польки его подпушена я такая версия то есть растянутая с масштабира она больше и она испускает лучи да и все это дело как бы запекает его тут мы можем параметрам там экструзия дает как бы чуть увеличить его по сути мнимо мы как бы сделали наш кирпич еще один так выше и он теперь будет испускать у так лучики и перепекать наше хай поле на лоу поле то есть смотреть как расположены нормальные запекать их на лоу польную модельку вот так и теперь попробуем нам еще раз нажмем бейк посмотрим так мы видим да все починилось все хорошо то есть карту нормально и мы запекли еще что я забыл забыл на хай поле да сгладить ее то есть видите вот эти все квадратики наши мышь и тут всю эту пикселизацию вот поэтому вот возьмем сделаем шейд смуз вот и еще раз запечем опять выделяю с контровом в поле вот тут должна выделена быть эта текстура вот и нажимаем байк так мы видим да теперь она уже получше теперь эту текстуру иметь сфс вот и в нашу папку бейкс сохраним да давайте еще создам одну папочку и это будет блендер и чем в блендере вот следующая карта которая ну опять же да чтобы сделать куда-то загрузить нам для шейдера там принцип это в общем для пи-би а шейдинга физически корректного да там нужно несколько текстуру чтобы описать нашу в общем модель у нее должна быть ну во первых да вот этот шероховатость карта нормальный мы это все описываем далее у нас должна быть карта там ровнеса это всякие блики обычно печется еще амбиент оклюжен и кривите кривите такие какие-то перепады сейчас посмотрим запечем так сказать увидим уже воочию так значит чтобы эту мы сохранили да все хорошо мы теперь можем уже ее посмотреть как она будет работать на лоупольной модели на то есть я показываю больную свою я беру нажимаю shift и добавляю вектор normal map normal к нормалу вот кала кала и перейдем в режим этот и видим уже что-то видим вот здесь обязательно нужно выбрать нам кала да и теперь мы видим нашу лоупольную модель но уже с детализации да вот сейчас давайте попробуем добавить цвета то есть видим да мы запекли как были паски у нас в принципе да лоу поле но мы видим детализацию просто запекли карты нормально она преломляет нам свет и у нас создается такое впечатление что у нас высоко детализированный кирпич вот чтобы еще как бы повысить эту детализацию на можно взять еще одну карту запечь сейчас сделаем так берем еще одну ноду где там текстур имидж текстур нашу назовем ее а вот когда печем а уху желательно сэмплов сделать побольше на а обычно печется долго везде но опять же в мармасете она нам секунд 30 печется вот это же я ее просто выделил вот я также теперь выбирают амбент окружен су также сэлок на актив печен ну и нажимаем бэйк и тут забыл выделить 1 2 и теперь нажимаем бэйк и тут процессик чуть не так как с нормалом чуть-чуть затянется так вот она запеклась до получилось вот карта ау и мы что же сохраним ее с и фс а вот есть вот ее в принципе миксуют обычно да есть миксер джебе допустим у нас есть цвет нашего кирпича давайте опять спрячь покажем тут допустим кирпич от какой-то такой вот а сюда подключаем накала 2 как бы верхний слой хоть и снизу и режим мульти пласть ставим и тут на пол вот и можно увидеть такие небольшие затенения какая-то она слабенькая да можно этот эффект будет усилить с помощью конвертера пола рэм и тут тут каналы постягивать или видите еще такая появилась такая себе детализация но еще что обычно пекут это к вити дает в блендеры во многих редактором в том же там substance в марма с эти нажал выбрал карту кривите и печешь ее до в блендере если вы полазите тут вы такой не обнаружите а тут нужно это будет проделать чуть по-другому нужно перейти нашу выбрать хай польку что такое так выбрали до хай поль и модели что-то на нем не было школьник был материал один и тот же данные на двоих них так что-то этот блендер 292 как-то зависает это не нравится развис так тут я возьму до материал создам новый вот поле да все хорошо прячем выбираем хай поль и вот и тут удаляем этот материал и сюда делаем новый так и идем вот это в принципе тоже принцип вот нужно убрать добавить шейдер diffuse нам будет достаточно вот и теперь добавляем идем not in put добавляем добавляем счетом где-то джон и 3 на и тут есть такой пунктик point nice вот если мы его сюда подключим сначала ничего как бы не увидим добавляем еще конвертер колором опять же там с диапазон до сужать вот и опять ничего не увидим потому что выверь он не работает до чтобы это увидеть нужно будет переключиться вот сюда в режим рендеринга при помощи сайклс а так и опять все подвисло конечно кончится так сейчас будем наблюдать да вот видите какое затенение получаем да то есть у нас вот эти фасочки они такие выбелены сюда можно еще добавить еще конвертер мыс тут поставим power дают этой экспоненты тоже можно порегулировать ну сделаем да где-то где-то вот такое себе карту ну что-то похоже на кривите попробую в мармас эти потом сделать на и сравним вот и как же ее теперь запечь вот делается все в общем то почти так же самое опять выделяем с кого печь потом с контролом на кого печь и создам опять же текстуру и нич текстур вот нью назовем ее окей выделили ее вот вот здесь уже можно тут даже один пиксель поставить да нам просто пиксель он будет перепекать выбираем вот здесь diffuse и ставим что нам не надо не отраженный свет не прямой мы просто цвет да и по сути нам надо один там будет он печь каждый там черный какой надо пиксель никаких шумов ничего тут не должно у нас быть и нажимаем байк так обычно она сразу все начинает я просто грешу на 292 шума там альфа возможно что-то там не того так запеклась да вот она наша карта есть ее тоже сохраняем кривики вот и и как там подключают обычно тоже да в режиме берется копирую этот нот на то есть вот тут наш идет один цвет а теперь у нас есть кривики мы ее сюда подключаем режим наложения используем overlay вот да и то есть вот она получилась еще и тут можно затенение регулировать да и в общем то итог такой что вот получили получили мы кирпич вот и вот в принципе что тут же можно и затекстурировать это можно делать опять же там и привычными способами в фотошопе все по старинке можно и здесь перейти например просто для начала там покажу что перешли текстур paint вот можно опять же загрузить сюда текстуру давайте откроем я где-то даже там с фото кирпич да то есть можем выбрать какое-то конечно и лучше тоже изначально там обрезать и все такое вот и можно теперь для нашей кисти до использовать эту текстуру вот если метод тайл от видите мы просто рисуем ей по кирпичу но можно использовать опять же view plane и и не не view plane а взять у тут режим stencil и тогда мы будем видеть эту текстуру если им и час пик нажать да она будет не квадратно как есть вот и в общем то теперь там кисточка стрэнч если напомню мы будем проводить и сразу же зарисовывать этот в общем-то кирпич поставили тогда с отображением всего вот и там переходим в какие-то виды например вот здесь control и правая кнопка мыши мы можем крутить эту текстуру с шифтом мы можем ее масштабировать просто правой кнопочкой мыши мы ее переносим ну к примеру так и взял закрасил на посмотрели ну уже так нормально текстурка кирпича легла так сказать нажму семерку и твит сверху нажмите р девятку и перейдем ведь снизу на тоже кирпич наш уменьшим и вы наверно заметили еще потяжки да вот потяжки нашей текстуры по краям мы можем также за х его включать от режим до синхронизации выделения и теперь например в режиме выделения выделить вот эту плоскость чтобы выделять до швов можно включить эту сим палочку теперь выйти мы сможем те рисовать только на вот этой части и теперь опять перейдем вид снизу выровняем наш кирпич и тоже замажем перейду вид сбоку разверну текстуру тут же я сейчас не порисую до поняли почему пуш у меня выделено вот могу нажать или выделить эту часть на перейти опять же смасштабировать текстурку допустим так и потереть вот здесь да то есть ну с этим понятно не буду на этом останавливаться и то есть вы можете по накладывать эту текстуру вот да и не забудьте ее потом сохранить все что вы там по нарисовывали вот и так же можно здесь например настроить сразу же ровность на ее можно и порисовать эту текстуру то есть если вы опять же текстур и меч текстур ее создадите вот подключен на ровность она создала создалась черная поэтому он весь заблестел а если черное это у нас 0 и мы видим вот такой результат соответственно будем рисовать белым у нас будет максимальный ровность ну и так далее а то есть там подключаем опять же в текстур пейнте вот можно порисовать тут сейчас я удалю эту текстурку и выберу какой-нибудь от цвет допустим что-то такое так а тут важно до выбрать вот сейчас мы по ровность рисуем давайте я попробую белый полностью и от рисую а рисую опять вот это сниму те рису и на видите где рисую там вот в общем я рисую сейчас шероховатость уберу чуть поменьше вот такой вот какой-то блеск и можно тоже по прорисовывать где там края возможно вот здесь я хотел бы дашь от не так она блестела например кисточка все те же горячие кнопки да вот тут вот например в трещинах тоже не хотел бы так также могу там и дополнительно уже какими-то цветами порисовать что-то там затенить вот здесь выбираем до карты нужные нам вот например опять же если с возьмете это пипетка с с и клик это вы добавили цвет в палитру вот тут нужно да там что-то под закрашки ну в общем да я надеюсь понятно с художественными вами уже как бы разбирайтесь так ну и как это запечь и вот скорость еще в марма сети да давайте перейдем в я вот я пока тут по удаляю все эти вот материалы так и нам надо high поле его поле импортировать но все тут удалю есть две модельки сначала low поле выделю нажимаю файл экспорт пусть будет x вот пунктик бэйк и тут теперь selection на только выделенные только мышь и назовем ее хп есть а теперь а чуха п экспорт бэйк и экспорт бэйк и экспортируем так ну хп подольше на как больше полигончиков ну и в общем идем открываем арма сет марма сети нажимаем файл импорт моделл открываем нашу папочку и вот есть два файлика у нас да и нажимаем открыть так до импортировались они так теперь нам нужно создать да как бы бейкер группу группу запечки нажимаем на хлебушек и теперь вот есть хп мы ее перетягиваем группу для как хай поле л.п. нашел лоу поле вот на бейкер во первых до первое куда сохраняться под каким именем текст напишу вот и сейчас пока что оставим норму и вот этими кнопочки это спрятать хай поле это спрятать лоу поле то есть видим пока что но поле масло на кстати управление в марма сети alt и левый как клик это вращаем alt и правый клик масштабируем alt и колесико перемещаем в общем как в маник сабстансе как заброшу по моему где-то так так и нам нужно запечь это все сейчас покажу вот ставим хай поле и вот если мы нажмем на лоу мы увидим такие вот это тот кейдж на с чего запекаем ну то есть вот подпиши на лоу поле модель вот размер кейджа регулируется и он должен быть таким чтобы перекрыть нашу лоу больную модель вот видите сейчас от по вылазили на по вылазили куски вот видите вот такого не должно быть на то есть берем и перекрываем посмотрели ну и не должен быть он вот таким каким-то здорово как бы так да сделали вот тут что-то еще торчит вот это где торчит там будет арты артефакт какой-то ну давайте оставим торчит вот пошел в мормас эти все можно быстро исправить перейду отсюда бейкер и нажму превью да вот сейчас выбрана карта нормали если нажать превью он сразу ее запечет если теперь нажму аж то я спрятал все ну и видим да вот что у нас получилось можно этот материал металл нас убрать и видим да вот где-то косячок у нас ну вот как раз тот наверное которые мы и видели вот и все это можно поправить да давайте опять перейдем вот сюда вот и теперь чуть-чуть увеличим кейдж и он сразу же это дело сейчас перепечет увидите маленькая стала значит еще чуть-чуть а теперь все влезло и все у нас хорошо вот да то есть нормалкой нормально получилось за петли ну и давайте вообще запечем все выберем нормал вот кроватура или к рябите и амбиент окружен также сделаем сэмплов побольше выберем 16 бит ну и пусть 2к текстура и печется ну и попробуем нажмем бэйк он в нашей папке по создает все эти карты и сейчас посмотрите да вот окружен достаточно быстро печется все все карты запеклись на можно проверить по удалять тут материалы вот он назначен новый вот и теперь вот surface normal map вот она в папочке бэйк нормал запеклась открываем на все есть так металл нас уберем вот нету тут никаких металлов в кирпиче так ровность да это наша шероховатость тут можно цвет например нашим кирпичу какой-то до задать вот и видим да то есть глянцевый объект или шероховатый пусть будет шероховатый ну и добавим теперь вот сюда в пункте как уже выбирая карту а о ну да добавила нам затенений идите с ними и без них вот и вот керети сунем сюда вот эту роватуру да вот что вышло и вышло как бы все намного быстрее и проще да и также удобного в форма сети дорисовать используя photoshop потому как photoshop и что-то изменили у вас сразу же тут все обновляется с бендером чуть похуже стоят дела да то есть нормальный кирпич все у нас получилось есть там пасочки видим есть детализация и при этом это хайполь на мой лопольная модель к сетку конечно можно было сделать лучше вот ну а так надеюсь понятно да на примере кирпича там еще будет запекание со стулом когда у нас разные детальки пересекаются какие артефакты получаются и так далее разберем это в общем всем пока пеките на здоровье